Подготовка этой программы далась нашей команде, признаюсь честно, нелегко. Сейчас объясню почему. К тому, что еженедельно в информационные ленты попадают сообщения о преступлениях против детей, мы уже привыкли. Тяжело, конечно, но отодвигая эмоции в сторону, освещаем материал. Ведь мы обязаны дать исчерпывающую информацию о событиях, какими бы они ни были. Такая работа, другими словами. Но когда четыре трагедии, одна за другой, даже самым хладнокровным становится страшно. Это кадры из Шимкента. В местную больницу доставлен пятилетний малыш, на котором нет живого места. Сплошные гематомы и ссадины, свидетельствующие о том, что ребенка систематически избивают. А вот другая история, произошедшая в том же Шимкенте. Полицейские в шоке от увиденного. Предположительно, родная тетя обезглавила малолетнюю племянницу. В Астане родители пытались обменять новорожденного на автомобиль. Обстоятельства всех этих ужасающих историй изучил Руслан Идрисов. Передаю ему слово. 32-летняя гражданка Узбекистана Шахноза Абдуалиева с годовалой дочерью на руках. Врачи, карета скорой помощи, ребенка сразу везут в больницу. Малышку, возможно, избивали, как и ее пятилетнего брата, который сейчас лежит в реанимации. Мать двоих детей постоянно плачет и еле говорит. Рядом с ней женщина, которая изобила тревогу. Сына Бортажиева торгует на базаре, где Шахноза уже несколько лет подряд собирает милостыню. Говорит, когда увидела избитого сына своей знакомой, вызвала скорую помощь и полицию. У нее мальчика порезаны руки, там кровь идет и опухла до этого, и этой стороны тоже, и грудь, и ноги голодные, весь синяк. Мы спросили мальчика, кто избил, мама, нет, не мама, которая с ней в квартире живет одна женщина. Она избила. На этих кадрах пятилетний Санжар. Ребенок еще не знает, что кошмар для него закончился. Совсем скоро мальчика увезут в больницу. А пока торговцы с рынка оказывают первую помощь измученному ребенку. Я эту Наргизу встретила месяц назад, когда в очередной раз приехала сюда с детьми из Узбекистана. Нет у нас другого заработка. Она предложила вместе квартиру снимать. Потом начала забирать у меня собранные деньги, по две-три тысячи тенге в день. Детей не отдавала. Сказала, что их документы на себя оформила. Я не понимаю, как ей это удалось. А однажды вечером я пришла домой и увидела, что мой сын избит. Мы сейчас поставили диагноз с синдромом жестокого врачения. Закрытая черепная мозга травма. Сотрясение головного мозга. Множественные ушибы тела. Множественные. Потому что и в голове, и на теле, и в руках, и ногах везде. Подкожные гематомы. Пока сын под присмотром врачей, женщина решает вернуться туда, откуда с трудом удалось выбраться. Во что бы то ни стало, Шахноза намерена забрать годовалую дочь. Мы вызвали второго ребенка. И буквально сегодня обнаружили, что ребенок тоже себя как-то странно вел. Она закатывалась, откидывала голову назад. И мы видели, что вот как будто ребенок теряет сознание. И когда просто его всего осмотрели, обнаружили на голове тоже побои. Социальный работник правового центра Шахло Юсубжанова пересматривает фотографии избитого Санжара. Женщина и ее коллеги сегодня делают все для того, чтобы восстановить Шахнозе и ее детям документы, найти для них временное жилье, а главное добиться возбуждения уголовного дела. Между тем прокуроры осторожничают с подозреваемой. Говорят, побеседовали, своей вины она не признает. У нее, насколько я помню, семеро детей. Она сейчас сама в положении на седьмом месяце. Она утверждает, что она обнаружила у ребенка телесные повреждения и вызвала скорую помощь. И никаких телесных повреждений на сегодняшний день она утверждает, что ни старшему, ни младшему она не наносила. Эти ужасающие кадры оперативного видео тоже из Южного Казахстана. Из-под раковины криминалисты достают пакет с головой восьмилетней девочки. Тут же находят и обезглавленное тело. Предположительно, убийство совершила родная тетя школьницы. По данным следствия, 38-летняя женщина страдает психическим расстройством. Они дома были вдвоем, но, наверное, там он, по его допросам, он говорит, ничего не помню, как это случилось. И не можно пояснить, как это произошло, обстоятельства. Еще одна история на неделе взбудоражила общество. И снова Шимкент. Парень задушил родного брата. Мальчику было всего пять лет. Парню, по словам прокуроров, назначена психиатрическая экспертиза. А это уже Астана. Молодая семейная пара пыталась обменять своего новорожденного ребенка. Вы не поверите на автомобиль. Как сообщают полицейские, горе-родители разместили объявление. И лишь с одним требованием, чтобы машина была выпущена не позднее 2008 года. Уменьте право хранить молчание. То, что вы скажете, все будет использовано против вас и судей. Как правило, подобные трагедии происходят в основном в неблагополучных семьях. Там, где детям не уделяют должного внимания из-за бытовых проблем. И в такие истории должны вмешиваться стражи порядка, педагоги и школьные психологи. Одним словом, вовремя выявлять и предотвращать. Но при этом не перегнув палку и не навредив. Случай шимкента вызывает двоякие чувства. Администрация местной школы намерена добиться лишения родительских прав женщины, которая, по словам учителей, избивает старшую дочь и часто не пускает ее на занятия. Девятилетний ребенок якобы сам рассказал об этом прокурорам. Однако сейчас и девочка, и мать утверждают, что школьница пошла на это под давлением преподавателей. Мать двоих детей слезно просит оставить их в покое и утверждает, что никогда не била свою дочь. Дочка мне как рассказывала, социолог, и ученицы говорили ей, иди лучше жить к бабушке, зачем маме и так тяжело с маленьким ребенком, иди жили с бабушкой. Председатель вот этой комиссии, замок ему города, он сказал, все, ее в тюрьму детей, в детдом. И знаешь, если у тебя старшую дочку заберут, младшую автоматически тоже решат материнство. Все, после этих слов я просто в ступорку достала, я даже ничего не могла сказать в свою защиту. Однако в прокуратуре Абайского района Шимкента заявили, что маленькая Анжелика подвергалась телесным наказаниям. Это, говорят, удалось выяснить в ходе расследования. При выяснении обстоятельств данного факта прокуратура района была установлена, что девочка подвергается телесным наказаниям, частенько пропускает занятия, а также имелись факты ухода из дома. Бахтугут была предупреждена о том, что в случае повторения таких фактов или подтверждения таких фактов, или ненадлежащего воспитания, она будет лишена своих родительских прав. Администрация школы уже готовится к очередному заседанию комиссии по делам несовершеннолетних, где, возможно, мать-девочки лишат родительских прав. А мой коллега Руслан Идрисов вместе с сотрудниками алматинской полиции посетил неблагополучные семьи и готов рассказать, как стражи порядка помогают детям выжить в ужасных условиях и как любой из нас может спасти жизнь беззащитного ребенка. Сейчас мы находимся на самой окраине Алматы. Такие районы под особым контролем полицейских. Здесь, говорят, немало мигрантов и неблагополучных семей. Дома, где в ужасных условиях живут дети, участковые обходят практически каждый день. В холодильнике продукты как бы имеются. Девятилетняя Маша и ее младшая сестра уже привыкли к людям в форме. Дети чистые и опрятные. Пока мать не пьет, объясняют полицейские. А дома вас не обижают? Нет. Нет. Нравится игра? Что за игру вы играете? Клёшевые мишки. Виртуальная жизнь для них и правда лучше реальной. По ту сторону монитора нет взрослых проблем и постоянного страха попасть в детский дом, когда родителям больше не до тебя. Повидавшие виды полицейские настаивают, что главная задача – сохранить семью. Лишение родительских прав – это крайняя мера. Но, к сожалению, за 2014 год более 30 родителей нам пришлось применить крайнюю меру наказания как лишение родительских прав. Мы не должны допустить факты, скажем, насилия и жестокого обращения со стороны родителей в отношении своих детей. Сегодня только в Алматы на учете состоят около тысячи неблагополучных семей. За рукоприкладство казахстанцам грозит штраф до 600 тысяч тенге или 75 суток заключения. А вот, к примеру, во Франции не только родители, но и люди, которые знали об издевательствах над ребенком и не сообщили о них в полицию, могут загреметь за решетку на три года и вдобавок воплотить штраф в 45 тысяч евро. Понимаете, у ребенка есть чувство собственного достоинства. Юрист Сергей Уткин в своей практике не раз сталкивался с проблемами отцов и детей. Убежден, что подходить к наказанию за избиение малолетних нужно серьезнее. Сейчас, говорит нерадивым родителям, все чаще удается избежать наказания. Кстати, порой будет не лишним припугнуть взрослых обидчиков. Себя куда-то вызвать, представьте, в полицию, просто вызвали. Составили там какие-то документы, да, потом сказали, ладно, дорогой товарищ, мы вас предупреждаем на первый раз, да, но смотрите, да, мы вас на учет там поставили. Да любой родитель, у него волосы дыбом станут, скажут, ё-моё, я уже как уголовник почти. Ученик третьего класса Алшинбай с уроков теперь возвращается вместе с мамой. Осенью прошлого года прямо в школьном дворе мальчика избил отец одноклассника. Теперь подросток на учете у невропатолога. Все равно у него остался вот этот трамб психологический, все равно осталось у ребенка. По характеру вообще изменился, он сильно изменился, после этого случая он сильно изменился. Пропадает аппетит и страшно засыпать, рассказывает Алшинбай. Ребенка водят к психологу. Однако страхи пока не проходят. К слову, обидчик в наказание провел за решеткой лишь несколько суток. Я по дороге больших дяденька немножко боюсь, типа охладил куколку, а ты на дюйменьке идешь. Психологи предупреждают, что избавление от агрессии у взрослых – дело не одного дня. Бороться с жестокостью внутри себя нужно каждый день, каждому из нас. Можно, остановившись перед дверью своего дома или квартиры, сказать самому себе, у меня сейчас очень плохое настроение, во мне много агрессии, и я возвращаюсь к себе домой в маленькое свое государство, где я являюсь президентом или президентшей, если это женщина, и своим детям я принесу только родительскую любовь, ласку и заботу о них. Такой психологический прием специалисты советуют практиковать в любой ситуации. А стражи порядка напоминают – от нас с вами часто зависит судьба детей, которых порой жестоко избивают за стенкой. Руслан Идрисов другими словами. Субтитры мне DimaTorzok Продолжение следует...